На основе открытого шаха существует весьма эффективный прием, который в шахматной литературе получил образное название мельница. Чаще всего его главными действующими лицами оказываются слон и ладья, но иногда мельниками работают и другие фигуры. Давайте посмотрим на примере, что это такое. В позиции на этой диаграмме мельница белых, слон плюс ладья, перемалывает почти все войско противника. Смотрите, как это происходит. Белая ладья g1 бьет пешку g7 и объявляет шах черному королю на поле g8. Тот уходит на поле h8. Белая ладья бьет соседнюю пешку на поле f7. А покинув поле g7, открывает линию удара белому слону на поле b2 по черному королю, который сейчас находится на поле h8. Этот тактический прием, открытый шах, мы изучали на прошлом уроке. Король возвращается на поле g8. Белая ладья возвращается с поля f7 на g7 и снова угрожает черному королю. У него есть единственное поле для ухода, это h8. Ладья уходит с поля g7 и бьет слона на поле e7. Опять готов к атаке белый слон с поля b2. Так и придется теперь черному королю ходить по полям g8 и h8 от угроз белого слона и белой ладьи, которая каждый раз, уходя с поля g7, сбивает пешку или фигуру. И остановить этот процесс черные не могут, поскольку черный король постоянно занят своим спасением. В этом и есть суть мельницы. Итак, смотрим дальше. Король на поле g8. Белая ладья возвращается на поле g7, шах. Король уходит на h8. Ладья бьет пешку на d7. Король под шахом. Он уходит на g8. Ладья возвращается. Шах. Король на h8. Ладья бьет пешку на c7. Король черных идет на g8. Ладья возвращается на g7. Король уходит на h8. Ладья бьет b7. Король черных идет на g8. Ладья возвращается. Шах. Король на h8. Ладья уходит на поле a7 и угрожает a8. Черный король от шаха слона на b2 уходит на поле g8. Белая ладья бьет a8. Все. А теперь сравните первоначальную позицию с конечной. Мельница поработала на славу. Следует обратить внимание еще на такую существенную деталь мельницы. Слон не находится под ударом неприятельских фигур. В противном случае, например, при слоне на поле a1, мельница не срабатывает. Вот еще пример мельницы слон плюс ладья из реальной партии. Крайчик лайтгеп вена 1951 год. Белый ферзь e3 бьет ладью на g5. Черная пешка h6 бьет ферзя на g5. Белая ладья идет на поле g6 и объявляет шах черному королю. У него есть единственный ход на поле h7. Белая ладья бьет пешку на e6 и открывает линию удара по черному королю своему слону на поле d3. Черный король уходит на поле g8. И мельница заработала в полную силу. Белая ладья идет на поле g6. Шах. Черный король уходит на h7. Белая ладья бьет слона на d6 и открывает линию атаки слону. Король на g8. Ладья возвращается. И процесс перемалывания фигуры пешек противника продолжается до тех пор, пока не останется ни одной на шестой горизонтали. В последний раз белая ладья возвращается на поле g6. Шах. Король уходит на h7. Ладья делает ход на поле a6 и угрожает черному ферзю на поле a2. Король под шахом белого слона. Он уходит от удара. А с ферзем черные расстаются. Как упоминалось выше, с функциями мельничных работников вполне успешно могут справиться и другие пары шахматных фигур. Например, ферзь и конь. Вот пример из партии Фурман-Хасен, сыгранной в 1964 году. Черный конь c4 идет на поле d2. В результате этого хода открывается линия нападения ладьей c1 и c8 друг на друга и слонов b3 и d5. Белая ладья c1 бьет ладью на c8. Ферзь f8 бьет ладью на c8. Белый слон b3 бьет слона на d5. Черный ферзь идет на поле c1 и объявляет шах белому королю. Король уходит на поле h2. Черный конь d2 идет на f1 и объявляет шах королю. Тот идет на h1. Черный конь бьет пешку на поле e3, которая играла роль связанной фигуры по отношению к своему ферзю f4. И, кроме того, открылась линия атаки на белого короля ферзю c1. Вот она мельница, в которой участвуют ферзь и конь черных. Белый король уходит на h2. Черный конь возвращается на поле f1. Под ударом черного ферзя оказался белый ферзь, а под ударом черного коня белый король. Белый король уходит на g1. А с ферзюм белые расстаются. А вот пример из партии Багарин-Белкоджа, Мендоса, 1985 год. Здесь мельницу организовали слон и конь. Белый слон f2 идет на поле g3 и угрожает черному коню на e5. И сквозь него черный ладье на e7. Конь уходит на поле d3. А ладью на c7 слон g3 бьет. Черный слон f8 идет на поле c5 и объявляет шах белому королю. Король с поля g1 уходит на поле h1. Черный конь идет на f2. Вы видите коневую вилку. Под ударом белый король и ладья на d1. Белый король уходит на g1. И черный конь бьет ладью на поле d1. И открывает линию удара своему слону на c5 по королю. Вы видите мельницу черный слон плюс конь. Белый король идет на h1. Черный конь идет на поле f2. Шах. В заключении темы нам полезно познакомиться с тем, как создаются выгодные ситуации с открытым шахом. Например, в позиции на этой диаграмме черные сначала ладьей f8 уничтожают главного защитника позиции рокировки белого короля коня на f3, одновременно нарушая эластичность его пешечного прикрытия. Пешка g2 бьет ладью на f3. После этого черные делают ход ферзиом d7 и захватывают важное поле h3. А теперь они проведут маневр, уже знакомый нам. Ладья f1 находится под ударом и она уходит на поле e1. Слон d6 бьет пешку на h2 и объявляет шах белому королю. Король может уйти на поле h1. Теперь черному слону достаточно сделать любой ход и король окажется под шахом ферзя на h3. Слон уходит на g3. Шах. Король уходит на поле g1. Ферзь идет на поле h2. Шах. Король еще может уйти на поле f1. Тогда ферзь бьет пешку на поле f2 и объявляет мат белым. Если бы пункт f2 был лучше защищен, например, белым ферзем с поля c2, черным пришлось бы поискать другой способ использования открытого шаха. Из других распространенных приемов для создания позиций с открытым шахом применяется завлечение с помощью жертвы, которая также является тактическим элементом. Подробнее мы расскажем о нем на одном из следующих уроков. Сейчас же завлечение интересует нас прежде всего как вспомогательное средство для создания открытого шаха. Перед вами пример из партии крылов-тарасов, сыгранной в 1960 году. Белые ферзем с поля b3 бьют ладью противника на поле g8 и объявляют шах королю. У короля единственная возможность хода. Он бьет ферзя на поле g8. Завлечение началось. Теперь белая ладья h7 идет на поле h8, угрожая королю. Король, не раздумывая, бьет ее. Слон белых с поля h5 идет на поле f7 и открывает линию удара по королю ладье h1. Мат.